МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорили про городское хозяйство, про то, что мы наблюдаем ежедневно. Это дороги, дворы, тротуары, работа общественного транспорта и так далее. Но в последнее время очень большое место в информационном пространстве занимают сообщения о том, насколько эффективно работают те или иные госструктуры, госпредприятия, насколько эффективно тратятся бюджетные деньги. И мы сегодня будем как раз об этом говорить. И, собственно, инициатор этих новостных поводов, инициатор обсуждения, традиционно у нас контрольно-счетная палата Кировской области. И мы сегодня в нашу студию пригласили побеседовать председателя Палаты. Председателя контрольно-счетной палаты Кировской области Юрия Лаптева. Юрий Николаевич, добрый день. Добрый день, Юрий Николаевич. Добрый день, Владимир. Добрый день, Дарья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, позвольте, я для начала поздравлю вас с получением почетного знака Кировской области, за заслуги перед Кировской областью, что было буквально в середине февраля. Это было связано с вашим юбилеем, так что принимайте поздравления. Спасибо большое. Успешной работы дальнейшей, как говорится. Новостных поводов очень много, безусловно. Активно эти новости появляются в последнее время. Давайте начнем с темы бюджета. Традиционно мы поднимаем ее в нашей студии с вашим участием. Исполнение бюджета, тема госдолга. Мы прекрасно знаем, что в конце марта вы официально будете представлять отсчет перед главой региона. В том числе запланировано такое мероприятие ежегодно, примерно в одни и те же сроки. Давайте начнем с общих итогов бюджетных. Доходы областного бюджета в прошлом году действительно впечатляют. Они больше уточненного плана на 2,4 миллиарда и больше предыдущего года на 2,5 миллиарда. Их общий объем достиг 93 миллиардов рублей. Это рекордный показатель за последние отчетные периоды. Да, за последние несколько, безусловно, лет. Росты мы наблюдаем по всем видам налоговых доходов. То есть все дополнительные деньги мы получили за счет собственных источников. Соответственно, у нас увеличились и расходы областного бюджета. Но наше внимание все-таки сосредоточено на тех деньгах, которые оказались запланированными, но неиспользованными. Вот их объем по итогам прошлого года составляет 2,7 миллиарда рублей. То есть мы примерно на эту сумму подросли и примерно эту же сумму не успели потратить по тем или иным причинам. Я бы тут не сравнивал эти два показателя. Или не надо все в одну корзину складывать. Они абсолютно обособлены. При этом хочу сказать, что 1 миллиард это средства, которые направлялись на дороги. Примерно 430 миллионов это сфера жилищно-коммунального хозяйства. 360 миллионов физкультура и спорт и так далее. Причины мы будем анализировать в ходе экспертизы областного бюджета за прошлый год. Хотя основные из них, собственно говоря, уже известны. Это неисполнение подрядчиками договорных обязательств. Это некачественная проектно-сметная документация наша, извечная головная боль. Но это далеко не впервые возникают такие причины. Это, наконец, затягивание вообще всех подготовительных процедур, в том числе и конкурсов. А вот эти 2,7 миллиарда рублей это собственные деньги области? Их не нужно будет возвращать в федеральный бюджет, так как они не использованы? Вы знаете, основные деньги это деньги областного бюджета. Поэтому ни о каких возвратах, так сказать, речи здесь быть не может. Вообще вот эти причины, они нами вскрываются в ходе наших контрольных мероприятий. Всего в прошлом году их было проведено 31. Это больше, чем в предыдущий период. В настоящее время мы готовим отчет, действительно, вы правы, Владимир, который будет 30 марта, представлен на рассмотрение законодательного собрания Кировской области. Вот сегодня можно сказать о том, что основным, как бы ключевым направлением нашей работы в прошлом году был мониторинг национальных проектов. Ну вот переходим уже к национальным проектам, которые уже продолжительное время реализуются у нас с разным успехом. Мы помним, да, поднимали эти вопросы и ранее в наших эфирах. И давайте сейчас актуальные данные предоставим. Вот для понимания всего на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов об областном бюджете было запланировано 24 миллиарда рублей, если говорить о всех источниках финансирования, в том числе, включая местные бюджеты, включая бюджет ФОМСО и ФОМСО. Обязательного медицинского страхования. И Фонда социального страхования. Наибольший объем этих средств был направлен в образование 6,7 миллиарда, жилье, городская среда 4,5 миллиарда, ну и БКД, это безопасная и качественная дорога, 4 миллиарда рублей. Конечно, за счет этого много удалось сделать. Об этом уже говорят и средства массовой информации, неоднократно заявляло правительство Кировской области. Это действительно так. Но задача контрольно-счетной палаты все-таки концентрировать внимание на недостатках. С тем, чтобы через это помогать власти устранять эти недостатки и нарушения, формировать правильные объективные управленческие решения. И вот с этих позиций мы говорим о том, что в 2022 году неоднократно мы фиксировали отклонения в реализации нацпроектов и по бюджету, и по контрольным точкам и мероприятиям. Вообще практически по всем нацпроектам, которые реализовывались в области. Давайте с образования начнем. Что там было? Да я думаю, подойдем мы и к образованию. Потому что надо сначала понимать, что вот почему мы на эти вещи акцентируем внимание. Ведь нарушение и отклонение от запланированных сроков, которые по некоторым отдельным мероприятиям достигают год, оно влечет дополнительные затраты бюджета. Поскольку инфляция не стоит на месте. Вы знаете, как себя вели цены в 21-м, в 22-м годах. Мы знаем официальные данные Росстата и реальные там представляем, конечно. При этом отдельные проекты у нас все-таки переносились. Отдельные мероприятия проектов переносились, так сказать, на следующие периоды. Это касалось 20 проектов, если говорить о прошлом периоде. Современных школ, спорт, норма жизни, чистая вода, жилье, ну и так далее. В течение года вот эти контрольные точки и показатели корректировались. И особенно настораживает факт, что это происходило в конце года. И это, конечно, снижало эффективность использования денег. То есть, когда уже время поджимало, да? Да, потому что, вот еще раз говорю, несвоевременное выполнение мероприятий ведет к удорожанию все-таки, так сказать, и потерям федерального финансирования. У нас были такие примеры, в частности, по Советскому, в частности, по Средневскому водоводу. И нам пришлось эти объекты дальше достраивать за счет областного бюджета. Увеличилась стоимость по оригинальным проектам спорт, норма жизни, современная школа, чистая вода, комфортная городская среда, культурная среда. Поэтому, так сказать, вот это серьезные проблемы, на которые мы прежде всего обращаем внимание. Вот теперь, возвращаясь к тому вопросу, подходя к тому вопросу, который, да, я мне... Что касается, да, у нас проекта образования. А, кстати, да, удорожание – это самая существенная проблема затягивания этих процессов. Знаете, это последствия. Последствия, вернее. Это последствия. Это самое существенное последствие затягивания проекта. Причем, по ряду проектов, у нас же в соглашении прописаны обязательства области, значит, соблюдать определенные сроки реализации, предположим, так сказать, год, там, два года. И несоблюдение этих сроков может создать риск возврата части денег в федеральный бюджет. И это, конечно, недопустимо. Это сказывается на дальнейших отношениях, да, в том числе федерального центра и региона? Ну, безусловно, конечно. На возможность участия в других программах. Это же имиджевая потеря региона. Один из критериев оценки, да. Безусловно. Итак, образование. Да, вот если говорить об образовании, у нас реализовался проект «Современная школа». Это наиболее сложный проект. По итогам 22-го года была построена и введена в эксплуатацию только одна школа на тысячу мест. Это в поселке Радужном. Из восьми объектов, которые планировались к завершению. Я скажу, что критики в этой части вот сегодня более чем достаточны. Но я считаю, что все-таки основная проблема заключалась в другом. Ведь вот в 20-м, 21-м году, когда область получала огромные бюджетные инвестиции, связанные со строительством объектов социальной сферы, а в конце 21-го года мы получили 4 миллиарда рублей на строительство школ, мы, к сожалению, и приняли бюджетные обязательства, мы, к сожалению, оказались не готовы освоить эти деньги. Потому что, во-первых, строительная сфера была сориентирована на жилищное строительство. Объективно, это наиболее прибыльная часть. Здесь легче заработать прибыль. Сложно было найти подрядчика? И отбить вложения. Да, сложно было найти подрядчика. Потому что, еще раз говорю, крупные подрядчики вообще с большой неохотой брались за социальные объекты. Строительная организация КЧУС, вы помните, которая с удовольствием у нас брала, так сказать, и строила детские сады, ФАПы, школы, она к этому времени развалилась. И надо сказать еще одно, что не было единого координирующего органа на уровне области. Вот полномочия в сфере строительства были переданы министерству ЖКХ, у которого была куча своих проблем. Они в них просто тонули. И только недавно разъединение произошло. И надо сказать, что нынешнее правительство, оно в экстренном порядке начало решать вот эти системные проблемы, о которых, кстати, мы говорили еще в 2015 году впервые. То есть вы предсказывали, да, что такие проблемы могут с большой вероятностью возникнуть? Тогда, когда мы отказались от инвестиционной адресной программы, где были сосредоточены все объекты социальной сферы, когда было ликвидировано министерство строительства, и у нас не было единого органа, который... Когда у нас потеряли свои функции единого заказчика управления капитального строительства, И вот нынешний состав правительства, надо сказать, оно уловило вот это, и сегодня в экстренном порядке начинает принимать меру. Сегодня создано министерство строительства, сегодня возвращается функция единого заказчика УКСУ, заявлено о создании своего проектного института. У нас были сильнейшие проектные группы, которые занимались проектированием. Ну и по каждому, конечно, объекту у нас сегодня формируется дорожная карта. То есть сказать, что правительство сегодня как бы подплывет по течению, ни в коем случае нельзя. Сегодня принимаются экстренные меры, и я бы не стал спешить какими-то окончательными оценками. Сегодня искать виновных. Действительно, 23-й год задачи сверхсложные, потому что с учетом изменений состава объектов, сроков строительства планируется сдать в эксплуатацию 9 новых школ и завершить реконструкцию здания школы номер 4. Ну 9 это получается с учетом тех 7, которые не успели. Это с учетом корректировок по срокам, по переходящие объекты, те, которые в сдаче были запланированы в 2024 году. Вот общее количество, вот в общий объем только по этому национальному проекту. Конечно, здесь есть определенные риски. Они связаны с большим объемом финансирования, которое сегодня направлено подрядчикам. Потому что если подрядчик окажется несостоятельным, у нас возникнут серьезные проблемы с возвратом проавансированных денег. Но мы будем надеяться, что совместными усилиями все-таки эти риски удастся преодолеть. Другого выхода нет. А какими еще последствиями чреват такая ситуация, Илья Николаевич? Когда мы не успели такое большое количество школ построить, они перешли? И как это на взаимоотношениях с федеральным центром будет сказываться? Вы знаете, имиджевые потери, о которых я говорил раз. И второе, мы можем потерять часть бюджетного федерального финансирования. То есть федеральный центр может сказать, так, вы не успеваете, вы там не можете наладить работу? Вы знаете, президентам уже было заявлено, что те регионы, которые не умеют использовать деньги, с ними надо будет просто эти деньги забирать и перераспределять в пользу тех, которые эффективно этим занимаются. Вот основные риски. Что касается подрядчиков, да, вы сейчас обрисовали круг проблем, связанных именно с ними. Подрядчиков-то ведь у нас больше не стало в регионе, да? А работы больше вроде как добавилось, да, учитывая эти переходящие объекты и как быть в этой ситуации? Как справляться с такими возросшими-то объемами? Я бы сказал, что у нас, так сказать, строительная сфера, учитывая то, что опять, потому что целостной политики здесь не было, она забюрократизирована очень серьезно. И надо вот эти бюрократические все препоны просто снимать. Губернатор, который сегодня эту ситуацию оценит очень, мне кажется, правильно, он сегодня, так сказать, эти меры уже предпринимает. И это хорошо. Значит, я считаю, что сегодня правильно формируются политики на приглашение в регион подрядчиков, крупных, говоря, из других субъектов. Татарстан, например, недавно встреча была в Беларуси. Я не знаю, чем она закончилась, мне сложно говорить, но в условиях, когда отыгрываются объекты на конкурсе, я вполне считаю реальным, когда в область могут зайти подрядчики из других регионов. Почему нет? Нет. Наконец, возвращение к нам на территории тех, кто, как говорится, в прошлые годы искал, значит, лучших условий. Лучших условий из других регионов. В Перми там, в Удмуртии там, ну, еще где-то. Речь идет о железном. Поэтому, так сказать, время еще не упущено. Есть еще шанс и возможность выполнить мероприятие в полном объеме. А вот те проекты, да, которые не были завершены, причины были исключительно в том, что строители, они шли навстречу, да, я помню, там какие-то конкурсы срывались из-за того, что никто просто не заявлялся на них. Не заявлялся там. Или были еще какие-то моменты, которые повлияли вот на... Ну, значит, тут, честно говорю, много причин. Во-первых, стоимость объекта. Потому что затяжки по срокам, они привели к тому, что стоимость уже улетела. Ну, там все миллиард, миллиард, выше миллиарда фигурировали суммы. По нашим очень примерным расчетам, вот, дополнительное финансирование потребуется, допустим, в пределах где-то трех миллиардов рублей. Из областного бюджета придется изыскивать. Ну, это уже вопрос другой. Потому что федерация идет на то, чтобы увеличивать финансирование, и по ряду объектов, и по ряду мероприятий это происходит. Речь не в этом. Ну, мы отыгрываем-то конкурс по тем ценам, по тем объемам, которые, так сказать, на данный момент есть сегодня. В данном месте, в данное время, да. Поэтому, конечно, и какой подрядчик, какой подрядчик, частник, у нас же все строительные организации, у нас же нет государственных строительных организаций, пойдет работать себе в убыток. Дураков, честно говоря, нет. Поэтому нужно чем-то заинтересовывать его. То есть, еще раз возвращаюсь и хочу сказать, у правительства очень сложные задачи стоят в этой части в этом году. Вы там сказали про авансовые платежи, да, подрядчикам и возможных рисках их невозврата. Вообще, вы в своей работе за последнее время отмечали высокую проплату, по-моему, да, как это называется, авансовую проплату по реализации нацпроектов. Вы знаете, решение по устранению пределов, в верхних пределах авансирования, оно принято буквально вот в конце прошлого года. В связи вот с такими чрезвычайными условиями, которые у нас сложились на рынке строительных услуг. То есть, заплатили, а сделать не могут. На рынке строительных услуг. И связано это с тем, что, конечно, предприятиям сегодня важно приобрести строительный материал, из чего строить. Потому что цена постоянно, так сказать, она неустойчивая, она растет. И, то есть, это нехватка оборотных ресурсов, оборотных средств. Собственных средств особо не хватает, залазить в кредиты тоже не каждому охота. Поэтому вот авансирование – это выход из этой ситуации. Риски? Ну, у нас ведь правильно в России говорят, кто не рискует. Понимаем, что ничто не получается потом. В чем задача, в чем роль, вернее, будет заключаться контрольно-счетные палаты на этапе реализации именно нацпроекта образования, строительства этих школ? Как вы будете отслеживать, насколько вы вправе вмешиваться, корректировать, подсказывать? Вы знаете, насчет вмешательства и корректировки тут… Или потом уже по факту только. Тут речи не идет, это не наши полномочия. Мы осуществляем мониторинг ежеквартально. То есть, по итогам каждого квартала мы смотрим, какой объем финансирования, значит, направлен. Какие контрольные точки и мероприятия, запланированные к этому сроку, выполнены. Какие риски по итогам этого квартала, там, первого, второго, третьего, возникают. И какие предложения могут быть, на наш взгляд, наиболее эффективными. А решение, корректировки, конечно, принимает, прежде всего, правительство и формирует тот орган ГРБС, который осуществляет администрирование конкретных национальных проектов. Юрий Николаевич, вы смотрите, если закругляться уже с нацпроектом образования, вот с учетом 2022 года, какие риски вы в этой сфере видите на 2023 год? Что может пойти не так, с учетом того, что уже шло не так? Ну, вы знаете, я уже как бы в ходе разговора говорил об этом, что главный риск будет заключаться в затягивании вот этих всех предварительных процедур. Если мы не начнем, собственно, строительство... Объекта? Объекта? Да, непосредственно. Вы знаете, сложно будет рассчитывать, что мы его завершим в этом году. И тут возникнут серьезные сложности, надо будет договариваться с федеральным центром, надо опять решать вопросы о переносе, корректировать показатели. В общем, это, по-русски говоря, геморрой. Ну да, сложный механизм решения этих вопросов. У нас остается две минуты до рекламной паузы, но, видимо, мы к другому уже нацпроекту перейдем. Чистая вода, которую вы обозначили, да? Да, давайте. Саша, позволение. Напомним, суть проекта заключается в том, чтобы ремонтировать, реконструировать и строить новые, да, объекты обеспечения населенных пунктов, ну, вот простым языком выражаясь, нормальной питьевой качественной водой. Да, при этом хочу сказать, что это еще один из проектов, по которому у нас возникают большие проблемы, потому что, если оценивать в целом, то в соответствии с оригинальной программой, а есть такая программа, повышение качества водоснабжения на 19-24 год, на пятилетку, До конца 2022 года у нас должны быть сданы в эксплуатацию 20 запланированных объектов. Фактически не сдано ни одного. Ноль. Да. При этом объем финансирования в 323,7 миллиона рублей практически остался неиспользованным. Еще раз, 323 миллиона рублей. А что это за объекты, да, чтобы слушатели понимали, о чем вообще идет речь? Речь идет о создании, о строительстве водоводов. Это водовод, модернизация системы водоснабжения в Амутнинском городском поселении, в Котельническом городском поселении, строительство объектов водоснабжения в Вятских полянах, завершение, в конце концов, строительство водоводов в Средней Иткино и так далее. То есть это объекты, которые должны были приковывать к себе внимание еще очень давно. Но решаться эти проблемы начали их решать только в последнее время. Ну, я не скажу так, что вот только в последнее время вдруг мы спохватились и начали решать эти проблемы. Действительно, проблемы сформировались не сегодняшним днем. Они сформировались еще, так сказать, несколько лет назад. И начиная с 2021 года, мы в рамках нашего контрольного мероприятия предупреждали, что основная проблема с реализацией вот этого проекта возникает с нарушением сроков и качеством подготовки проектно-сметной документации. Вот опять к этому приходим, да, о чем уже говорили. Значит, по некоторым объектам у нас задержки в подготовке ПСД и получении положительного заключения госэкспертизы составляли более года. И вот этот снежный ком, вы понимаете, вот этот снежный ком, он накапливался годами, и сегодня мы получили вот такой результат. Юрий Николаевич, мы обязательно продолжим. Я напоминаю, что мы беседуем с Юрием Лаптевым, представителем контрольно-счетной палаты Кировской области. Реклама небольшая, скоро вернемся. Дневной разворот продолжаем. Юрий Лаптев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. В гостях у нас до рекламы начали говорить о чистой воде, о том, что из 20 объектов, которые были запланированы к сдаче в конце 2022 года, сдали только один. А, не сдали ничего. Не сдали ничего, да. Чистая вода это федеральный нацпроект, да, суть которого заключается в ремонте, реконструкции, создании полноценных объектов, такой водной инфраструктуры для того, чтобы люди, местные жители были обеспечены качественной водой. Я сразу хочу сказать, чтобы у всех было, ну, такое объективное восприятие ситуации. Программа рассчитана включая, включительно по 2024 год. То есть мы можем работать еще в 2023-2024 год. Это первое. Второе. А строительство на объектах идет. Значит, проектно-сметные документации, госэкспирит там, где нужно, они, собственно, получаются. То есть это не какие-то замороженные объекты, там идутся работы. Да, у нас есть время, время, значит, мероприятие этого нацпроекта реализовать в полном объеме. При этом, собственно говоря, никаких финансовых потерь, пока угроз пока нет. А по подрядам, кстати, организациям, Юрий Николаевич, которые непосредственно выполняют эти работы, тут есть какая-то специфика? Ну, вот в моем обывательском понимании заниматься этими сооружениями водными, это не то же самое, что жилые дома возводить. Тут специфика, наверное, какая-то есть у таких подрядчиков. Да, конечно. Может быть, сложности с их поиском, привлечением. Ну, вы знаете, я вот лично был на одном из объектов в Вязких Полянах, там успешно работает фирма из Татарстана. Географически близко. Да, и они работают, и это вообще здорово. И выполняют как бы свои обязательства, значит, по другим объектам, значит, ну вот тоже есть представители там из других там субъектов. То есть, конечно, это специфическая работа, конечно, здесь есть определенные требования, поэтому, ну, за этими проводятся конкурсные процедуры. В общем, вы продолжаете следить. Предлагаю дальше, да, двигаться время. Да, у нас остается буквально 6 минут. Да, я назвал в начале нашей программы, что у нас, к сожалению, определенные остатки нереализованных обязательств сложились и поэтому у нас с проектом. Напомню, это 360 миллионов рублей, из них 250 миллионов средств, которые были выделены областным бюджетом на строительство четырех крытых катков. Нам не удалось завершить строительство этих катков. Это город Киров, это Яранск, Камутнинск, Слободской. Основная причина заключалась в том, что подрядчик задержал с поставкой комплектующих металлических конструкций. Поэтому, собственно... Подрядчик везде один? Да, ну, да, по-моему, один. По-моему, один. Я вот что-то сейчас задумался, не помню эту информацию. А на ли там компанию заниматься? Да, по-моему, один подрядчик. Значит, и в связи с этим, учитывая то, что эти деньги областного бюджета, нам, собственно, никуда их возвращать и не надо было. И эти деньги, соответственно, в областном бюджете, они и остаются. Вот сегодня есть определенные риски, то, что стоимость будет увеличена. Сегодня сложно говорить о сроках введения, поскольку объекты строились, возводились не как объекты капитального строительства. И здесь начинают возникать некие проблемы, связанные с вводом их в эксплуатацию. Ну, вот, тем не менее, есть надежда, что мы в этом году все-таки получим четыре дополнительных ледовых площадки, крытых. Ну, тема, она такая, жаркую дискуссию тут, да, во многих кругах вызвала эти непостроенные катки. И в том числе дискутировали очень активно депутаты областного законсобрания. На ваш взгляд, претензии оправданы? Вот такой критически настроенной части народных избранников? Наверное, да. Или все-таки вот... Нет, ну, наверное, да. Тут никто ничего не придумывал. Если мы берем на себя обязательства, эти обязательства надо выполнять. А как по-другому-то скажешь? Поэтому эта критика, которая звучала из уздепутатов, ну, мне кажется, она оправдана. У нас с отставанием на год еще возводились два открытых спортивных сооружения. Это спортшколы «Вересники» и спортшколы «Юны» с отставанием на год. И мы вот на этих объектах, к сожалению, значит, потеряли 10 миллионов рублей, которые вынуждены были дополнительно выделять в связи с удорожанием этих работ. Время прошло, сумма потребовалась уже иная, и вот она вылилась в эти дополнительные расходы. Да-да-да, к сожалению, это так. Ну, тоже, как бы, не все потеряно. Я думаю, в этот год решающий. Отсрочка на год, а построить должны были за какой промежуток времени? А построить должны были в прошлом году. Любопытно, да. Вести в эксплуатацию. Да, остается у нас до большой паузы две минуты, три, да, почти. Мы, видимо, будем переходить к еще одному предприятию, деятельность которого проверила контрольно-счетная палата. Новости тут, по-моему, еще в середине февраля появлялись. И там очень такие основательные выводы и рекомендации в адрес областного правительства. Мы имеем предприятие под названием «Вятские автомобильные дороги». Давайте про него начнем беседовать. Мы проводили проверку акционерного общества «Вятавтодор». Что основанием-то для проверки стало? Основанием стала просьба губернатора, с которой он обратился в контрольно-счетную палату. И проверка проводилась в рамках наших полномочий, нашей компетенции. Она касалась оценки полноты, перечисления в властной бюджет, дивидендов этим акционерным обществом, собственником которого является Кировская область. И понятно, в ходе ответа на этот вопрос мы давали оценку и финансово-экономическому состоянию предприятия, его прибыльности, проанализировали причины убытка. Вот для справки хочу сказать, чтобы было понятно, что это общество было создано у нас в 2020 году в результате акционирования существующего унитарного предприятия. Основная задача, которая возлагалась, и она прописана в уставе, это содержание, ремонт дорог, местных дорог. Это крупнейший подрядчик, да? Да, крупнейший, 45% всех объемов как раз вот на этих дорогах принадлежит акционерному обществу «Виадавтодор». Это 11 тысяч километров. А в муниципальных образованиях доля «Виадавтодора» по содержанию, по ремонту строительство составляет почти 100%. То есть для области предприятие, конечно, имеет ключевое стратегическое значение. В районах больше некому ремонтировать, кроме как «Виадавтодору». Мы подошли все-таки уже к тому моменту, когда нам нужно прерываться на тематические программы, новости. Мы ждем подробности о работе «Виадавтодора» примерно через 20-25 минут. Вы остаетесь, Юрий Николаевич, в нашей студии. Юрий Лаптев, представитель контрольно-счетной палаты Кировской области. Будем продолжать, обязательно не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok